Привет, я Бен Тавнер и это London Blog. Вот вам загадка. Что связывает эти вещи? Заборчик, лондонская утка, ферма, эта ферма и этот столбик. Ответ. Все они так или иначе связаны с войнами или битвами, в которых участвовала Британия. Но это не экспонат музея, который можно найти, например, в имперском военном музее. Кстати, очень интересное место и вход в него бесплатный. Это вещи, которые после войны нашли свое место в мирной жизни британцев. Но чем они были в оригинале? Начнем здесь. Это вам не просто заборчик. Смотрите, из чего он сделан. Это насилки, бывшие насилки времен Второй мировой войны. И с их помощью были спасены из жизни тысяч людей. Во время Большого Блица, бомбардировок Лондона во время Второй мировой, на этих насилках тысячи ранних были доставлены в больницы. Насилки зажили второй жизнью в пяти районах Лондона, где заборы были переплавлены на пули, пушки и другие более полезные в военное время вещи. Это хороший пример апсайклинга, творческой переработки ненужных вещей. Но, к сожалению, в некоторых местах эти заборы в плачетном состоянии. А тут есть опасения, что их вторая жизнь тоже вскоре может подойти к концу. В Восточном Лондоне эти заборы недавно уже начали убирать. Поэтому здесь, в районе Оуэлл, началась кампания за сохранение ограждений насилок. По-моему, их надо заново спасти, чтобы они остались как памятник для будущих поколений. Дальше. История этого предмета нас уносит в более давние времена. Трафарганские сражения 1885 года, когда британцы забрали все ценное с французских кораблей. Например, вот эта пушка. Но пушки были неправильного размера и не похладели для британских кораблей. Поэтому британцы просто-напросто втыкали пушки вертикально в землю, и из них получились вот такие симпатичные столбики. Через некоторое время лондонцы привыкли к ним, и уже новые столбики стали отливать в форме пушек. А если вы все же захотите полюбоваться на одной из французских пушек, вкопанных в лондонскую землю, то вам сюда, на южную сторону Земли. Но давайте вернемся ко Второй мировой войне. Это ферма Матшут, которая находится в Лондоне. На части этой земли располагалась зенитная батарея. Она защищала Лондон и доки, расположенные неподалеку. А теперь здесь живут хрюшки и коровы. Не говоря уже про лам. Ну, обычные английские звери. Та же война оставила Лондону на память большое количество бамбу-убежищ. Некоторые расположены на северной ветке лондонского метрополитена. Восемь тысяч человек могут свободно разместиться здесь. А фоклапами его переделали и используют как ферму для выращивания крес-салата. Но, возможно, самая замечательная вещь, подаренная нам тем невеселым временем, прямо тут, за углом. Это лондонская утка. И это один из самых крутых способов для туристов посмотреть на Лондон. Эта утка-амфибия была грузовым транспортным средством. Ее разработала армия США во время Второй мировой. До доставки грузов с кораблей прямо на сушу. А теперь на них катаются туристы. Эти машины-амфибии часто можно видеть как на улицах Лондона, так и на реке Темзи. Но мало кто знает про их историю. И London Duck Company не только проводит экскурсии по британской столице, но и рассказывает о городе времен Второй мировой. Ну вот, очень многие вещи в Лондоне были сделаны в ужасные времена. Но потом получили вторую жизнь с более позитивным настроением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова